106 миллионов рублей вместо 40. Роберт Моисеев отчитался перед членами общественной палаты Балаковского района о том, почему на строительство новых спорт-объектов Альбатроса потрачено в два с половиной раза больше, чем запланировали изначально. Согласитесь, довольно щекотливая ситуация, учитывая, что итоговую сумму, равно как и подрядчиков, а также чьи средства пошли на строительство, от общественности, можно сказать, скрывали. Да и сроки запуска объекта переносились несколько раз. Как пояснил директор Альбатроса Роберт Моисеев, проектно-сметная документация нового спорт-объекта была подготовлена 2 декабря 2016 года компанией «Саратов-граждан-проект», когда сам Роберт Витальевич еще не был руководителем спортивного комплекса. «Определена стоимость 106 миллионов 588 тысяч рублей. То бишь, она была определена сразу же после завершения проектных работ. Никакой другой цены на сегодняшний день не существует. Руководство администрации и руководство Альбатроса было выделено изначально 40 миллионов рублей на весь проект. Здесь на одном здании 106, естественно, администрация обратилась в администрацию города Балакова и в Совет депутатов города Балакова. На тот момент сразу же была озвучена сумма, именно 106 миллионов рублей. Прошло согласование с комитетом финансов, контрольно-счетной палатной, юридический отдел как администрация БМФ, так и юридический отдел собрания города Балакова. После этого были выделены первые денежные средства в размере 14 миллионов рублей. Затем были выделены по такому же обращению, было обращение к депутатам, было обращение в администрацию по выделению дополнительных денежных средств на другие виды работ было выделено 18 миллионов рублей, в размере 160 тысяч рублей. Состояние на 15 декабря заключено договорок на общий сумм 93 миллиона рублей. На сегодняшний день израсходовано 75 миллионов рублей, из них спонсорских средств, которые заведены были вне бюджетных, это 44 миллиона рублей, бюджетные средства 30 миллионов рублей, вне бюджетных средства на 15 декабря были расходы на средства «Мавальбатрос» в размере 135 тысяч рублей. Таким образом, стоимость на сегодняшний день спонсорного комплекса составляет 94 миллиона рублей. В здании выполнены не все объемы работ. Ну а затем, собственно, начались бурные и порой даже жестокие обсуждения. В итоге напряжение накалилось до предела, стороны не скупились на выражение в адрес друг друга. Мы пытались разобраться в этом вопросе, написали на имя директора 5 декабря письмо, через неделю нам пришел ответ со списком подрядных организаций. И также мы узнали, что депутатам городским 7 декабря была разослана таблица, в которой отражены списки подрядчиков, вот вы ее сейчас можете видеть у себя на столе. Вот в таком виде эта таблица распечатывается. Она выполнена в программе Excel. В программе Excel столбцы обозначены в алфавитном порядке английского языка. ABC, DF и так далее. И когда мы работали с этой таблицей, мы увидели, что некоторые столбцы просто закрыты. И поэтому, когда ты распечатываешь документ, этих столбцов не видно. Здесь, как раз начальная, максимальная цена закупки, сметы по проекту, разница. Но эти, к сожалению, столбцы не заполнены. Также скрыто было вот этот столбик, не экспертиза. И столбик, еще раз по смете, не для всех. Вот этот именно столбец нас заинтересовал, почему не для всех, почему депутатам отправили информацию, а тут какие-то столбики не для всех. Вот, к примеру, договор был заключен с организацией Валто-ПРУ. Вот скрытый столбец показывает, что по смете 1 миллион 22 705 рублей. А сумма сметы по проекту 1 миллион 876. Ну, видимо, после проведения торгов или как сумма упала до 1 миллиона 650 тысяч, но в любом случае это намного больше, чем та сумма, которая указана в непосмете. Я сразу говорю, что в организации «Саратов граждан проект» было рекомендовано предыдущим руководством установить скалодром, не сертифицированным. Были сделаны запросы котировок. На тот момент скалодром не был закуплен, когда делался проект. После того, как были проведены консультации со специалистами из нашей спортивной школы, они сказали, что данный скалодром, определенный фирм, который был запланирован именно данной организацией, он не является сертифицированным. И на соревнованиях, то есть планировали строить любительский скалодром, любительский скалодром, который впоследствии не смог бы быть аккредитован для проведения спортивных мероприятий. Не предусмотрено проектами, они не знали, какой скалодром будет, поэтому в проекте была предусмотрена вот эта сумма, 1 миллион. Так, ну, что мы будем запрессировать, надо там действовать, так, дальше. Здесь желтым мы отметили те закупки, верхняя цифра – это процент, на который подрядчик упал во время закупок, то есть предлагалась, к примеру, выставлена работа на торге за 5 миллионов, и подрядчики падают, делают свои предложения, падают в цене. Кто дешевле предложил, тот и выиграл, соответственно, тому заданию, которое было. Сверху цифра, на которую упали, и 1 миллион 759, 684 тысячи – это та сумма, которую он непосредственно выиграл, то есть он до стольки опустился и выиграл. И по многим организациям, вот мы видим, что они выиграли по одной сумме закупки, а выполняли работу уже по другим суммам. И договора, которые заключены с этими подрядчиками, они как раз-таки на ту сумму, по которой они выиграли. Почему они выполняли на сумму, которая меньше? Скорее всего, это было, ну, наше предположение пока что, для экономии средств, но в любом случае все изменения, которые вносятся в договора, они должны быть размещены на сайте госзакупок. Вы сейчас можете зайти на этот сайт, никаких дополнительных соглашений, но мы не нашли, мы просмотрели практически все подрядные организации, все вот эти вот закупки. Нигде ни изменения в договора, ни дополнительные соглашения, мы ничего не увидели. Да. Итак, слушаем ответ. У нас цена стала меньше или больше? У нас цена стала меньше, уменьшилась. По результатам аукциона, организация Валтопия.ру выиграла данный аукцион на сумму 1 миллион 769 тысяч рублей. Значит, было там, посмотрите по участникам, было там три участника. Участник, который выиграл, ну, предложил лучшую цену, но был отстранен из-за того, что данный складровый, данный котировочный заявок у них была не оформлена правильно. Хотя была, так скажем, уходим. Так мы не спрашиваем. Еще раз говорю, да, поэтому на сегодняшний день цена, и после того, как мы опубликовали результаты аукционов, и по результатам соглашения с данной организацией, мы заключили договор на меньшую сумму. Есть ли договор с фракталом? Был ли он вообще подписан? И были ли конкурсы, проведенные, в котором фрактал выиграл? Потому что, опять же, на сайте закупок это не отражено. Все документы, по любому договору, я сказал, что да, у нас специалисты закупки. Так мы вам писали письма, почему вы нам не ответили? Вы попробуйте распечатать все вот эти договора, там в комментариях есть, например, на газле будут этих слов, то есть мы показываем проект, все есть в электронном виде. Как правило, там, где была нулевая ставка, где подрядчики подались по максимальной цене, у них конкурентами либо была компания Техэлектро, либо компания Инновация, либо Альянсстрой. Компания Техэлектро, она неоднократно подавалась на торги с Альбатросом и всегда проигрывала. Всегда подавала заявки по максимальной стоимости, приносила их в последний момент, там, за два или за час до конца котировок, ну и, соответственно, проигрывала. Если бы они это сделали первый раз, ну, понятно, ошиблись. Второй раз они бы принесли раньше, чтобы быстрее выиграть своих конкурентов. Но эта история продолжается и с другими подрядчиками. В дальнейшем... В дальнейшем... Северный Ветер здесь, в котором участвовали в четырех закупках или в пяти, и выиграть только один. И вы что думаете, данная компания будет заниматься? Есть ценниво и есть смертная история, и на которую люди не хотят паться. Поэтому Северный Ветер, Техэлектро, Санэлектро, и сам монтаж участвовали, и Балаково спецстрою участвовал. Если бы они участвовали, и там, как бы сказали сейчас, обвинили в чем-то, они на сегодняшний день, да, были признаны не участниками, но не выиграли данную позицию. Что здесь такого? Олег Андреевич, все? Нет. Еще... Меня нужно там вопросить еще много. Хотелось бы добавить, что как раз-таки вот именно в договоре 18-Т, который заключен с официной, также подавалась организация Техэлектро, также по завышенной цене. И хотелось бы обратить внимание на... тоже вот... в дальнейшем на этот список. Хотелось бы тоже услышать пояснение. Здесь вот эти вот таблички, разбивку депутатов, здесь таблица заканчивается на 38-й строчке. А раскрытая таблица показывает, что здесь были еще благоустройства, озеленения территории, экспертиза С. И вот нас заинтересовала организация БЭС-Полимер, каким образом она тоже попала в эту таблицу. Они выполняли работы по... сейчас здесь видно... гидроизоляции чаши бассейна. Мы выполняли работы по монтажу гидроизоляции бассейна. Так как в договоре, который был заключен ранее, да, организация из Москвы, которая выполняла работы, она, значит, и поставку оборудования, никаких своих технологий никому не показывает и не рассказывает. В договоре было прописано, что мы принимаем, мы им сдаем бетон голый, и они устанавливают там оборудование. Но кто-то строитель понимает, что на тот момент, чтобы бетон не контактировал с водой, необходимо сделать гидроизоляцию, либо это там через 2-3 года... Для того, чтобы бетон сохранить, мы сделали договор, который был развещён также на сайте. Работа выполнена компанией Best Polymer Group. Всё понятно. И последнее добавить хотелось, что именно в этих торгах участвовало 2 организации, это Best Polymer и Ural Polymer Group. выиграла Best Polymer. Они также подали, буквально Ural Polymer Group подал через 20 минут, даже через 10 минут котировку. И учредителями компании O.O. Best Polymer является вот эта организация конкурент, то есть физическое лицо и организация Ural Polymer Group. Ну, я сегодня как бы увидел, что ответов мы получили немного, возникло ещё больше вопросов. И поэтому мы от лица... Он сейчас договорились не против. Мы от лица своей общественной организации намерены обратиться и в прокуратуру, и в федеральную антимонопольную службу. Мы обязательно напишем заявление. И мои предположения здесь подтверждаются. И для меня непонятно, почему у нас, когда председатели общественной палаты поддерживают инициативу своих коллег с просьбой проверить спортивный комплекс, у нас в адрес председателя общественной палаты говорят, что ему необходимо уйти. У нас было как бы, что директора бассейнов решают, кому быть в общественной палате или не быть. Поэтому со стороны общественной палаты и Евгений Викторович, я предлагаю направить письмо, запрос в контрольную ревизионную комиссию. Уже был скат на том, что была создана рабочая группа. Сейчас я была включена в состав этой рабочей группы. Мы смотрим документы, разбираемся. Пока выводы ещё рано делать, потому что с документами вот только начали знакомиться. Меня зовут Олисенат Рукавлович Шелков. Я строитель, точнее монтажник, который участвовал в монтаже как раз... Я услышал, что вы сказали, что вы рассчитались за монтаж полностью. Это ведь так? 100%. А насколько я знаю, насколько я знаю, таких бригад, как наша, было 4, у которых не было ни договора, ничего, мы работали. Вот именно на нашу бригаду вы деньги тоже перевели? Мы оплатили полностью объём весь защищённый полностью. 100%. Спасибо. Наши начальства, к сожалению, он человек умер. Я боюсь, что сейчас... Давай, давай. Я поясню, значит, на сегодняшний день там есть директор Шабалин Ярослав. Он не правоприимен, он является директором на основании устава общества, и он отвечает за эту организацию. Они выполняли... То есть, когда, так скажем, Скоропостижина умер, то есть, был месяц простой, когда привели все документальные налоговые инспекции, и всё, они вышли опять дорабатывать те объёмы, которые сделали, и после этого всё оплачено. Помните, была планёрка и была картинка на телевидении. Этот проект стоил 34 миллиона. Сюда входило всё. И скалодром, и горки, и так далее, и так далее. На строительство этого здания оставалось 14,5 миллионов. Это здание было не двухэтажное, оно было плоскостное. По весу, сейчас, на котором здание стоит, оно примерно в четыре раза тяжелее. Почему так получается, что у них вот сейчас идёт сбой и идёт уменьшение оплаты? Потому что, когда Володя выделил эти средства, у меня уже был проект, потому что я хотел своим силам сделать то, что сейчас сделано. За счёт Альбатрола, за счёт прибыли. Но то, что я сделал, то, что я сделал примерно на 80%, была оплата произведена в течение месяца. Это и за скалодром, это и за сёрфер, это и за горки, это и за лёд, всё-всё-всё, кроме одной строительства здания. Это здание стоило 15 тысяч квадратный метр. Вот это здание, которое, по-моему, сейчас оно стоит 105 тысяч квадратный метр. Понимаете, построили здание, ну, двухэтажный сарай. Можно там ни красоты, ничего нет, там архитурда не будет, там, посмотришь, и стыдно дорожать здание. Но, тем не менее, вот это сделали. И почему у них сейчас сбой идёт на уменьшение? Потому что до этого каждый на коленке делал смеху. Какую хотел, туда вкладывалось всё. И откаты, и угрожание, и так далее, и так далее. Когда общественная организация взяла контролировать эту, это дело, когда они начали контролировать, чувствую, что для них пахнет, пахнет уже такое, знаете, криминалом. Начали быстро менять договора, менять, значит, предыдущие, значит, оплаты всевозможные, и стали делать торги всевозможные, и так далее. Поэтому у них сейчас и сбой пошёл вниз. Это говорит о том, что, может, общественная палата поломала. Почему поломала? Потому что они эти деньги просят из бюджета. А что такое из бюджета? Их нет. Значит, первый вопрос, типа, по Бестполимеру, это организация участвовала в строительстве или нет? Просто мне коротко только да или нет? Нет, вот целую схему не надо. Бестполимер сделал бассейн с полемочевином, то есть сделал внутреннюю отделку бассейна. Тогда, Роберт Витальевич, в связи с этим хочу вас попросить, вот сейчас создана рабочая группа при полицовете, в которую входит тоже очень много уважаемых и дезинформировать тогда нас и всю рабочую группу, как вы это делаете с городскими депутатами. Потому что ту информацию, которую вы предоставляете городским депутатам, которые вы говорите, что у вас 16 подрядчиков, потом выясняется 18, 19, 20, что у нас скрываются эти подрядные организации, такие как Бестполимер, за то, что у нас когда закончу, можно, я же вас не перебивал ни разу, за то, что у вас получается удешевление не за счет котировок, а за счет того, что у вас первое не используется вентилируемый фасад, от него отказались, потому что денег нет. Второе, у вас вместо того, чтобы чашу бассейна сделать из плитки, вы какие-то там обрабатываете через какую-то организацию, которая участвует в торгах, в которой две организации участвуют в торгах, обе организации относятся к одному и тому же учредителю. Третье, не знаю, эту информацию тоже надо будет проверить, но вместо того, чтобы использовать покрытие, я не знаю, в виде маркета, вы это делаете линолеумом, потом каким-то непонятным способом, это уже не в рамках проекта, который проходил не государственную экспертизу или экспертизу. Теперь я хочу пояснить ту ситуацию, которая связана именно с работой городского совета. Да, действительно, мы выделяли деньги, эти были две суммы, 14 и 18 миллионов, которые запросил Альбатрос для того, чтобы стройка была закончена. Да, действительно, это очень важно для нашего города и останавливаться на полпути. В этом вопросе тоже, конечно, мы уже сейчас не вправе это делать. Но я хочу напомнить предысторию. полтора месяца назад к нам обращался также директор Альбатроса Роберт Витальевич Моисеев по выделению еще 30 миллионов. На что полтора месяца назад на рабочей группе мы ему конкретно в глаза сказали, Роберт Витальевич, вы сначала за эти деньги отчитайтесь, а потом мы рассмотрим ваш вопрос. На что полтора месяца мы сейчас пытаемся услышать, добиться отчета от Роберта Витальевича. Через полтора месяца мы получаем список документов и список подрядчиков, которые, во-первых, не полные, во-вторых, здесь реально очень тяжело разобраться, как мне кажется, даже специалистам. Я думаю, что впоследствии все-таки, наверное, должны действительно поддержать, хочу Олега, компетентные органы в этом вопросе заниматься. но как члены рабочей группы, которые от партии «Единая Россия» нас делегировали, этим вопросом заниматься, я вас попрошу, вы, пожалуйста, информацию давайте, ту, которая есть на самом деле. Не надо заводить нас в заблуждение, пожалуйста. Спасибо. Очень хорошо. Еще вопрос, самый главный. Мне вот тоже хочется в глаза спросить, Роберт Петрович, ни с кем он наличными не расплатился. Вот хочу вот молодого человека, вернее, мужчину, спросить, расплачивались с вами наличными или нет? С вами расплачивались. Но о чем вы говорите? Я говорю. Вы дайте мне. Я думаю, что это не один человек, о котором... О чем говорите? Я... Господи, еще одно слово, я вам не представить, как время у нас вышло, друзья. Все. В итоге после бурных перепалок слово взял председатель общественной палаты Евгений Запяткин и подвел итог. Так он принял предложение общественников, что смету и договора должна проверять контрольно-счетная палата. Почему это надо сделать? Сейчас они прыгают сразу и письма писать в Кремль или куда-то дальше. Это же наше, в общем-то, районное внутреннее дело. Давайте мы тут до конца разберемся. Вот мы как общественники посмотрели, насколько мы смогли с привлечением в горячных специалистов на всю ситуацию, для нас сейчас картина более ясна. Более ясна. И, конечно, мы далеки от того, чтобы из Роберта Витальевича делать мальчика для пяти. Сейчас все напустятся, набросятся, тема горячая. Мы понимаем, как ему трудно вообще такой стройкой было руководить, доводить ее до конца. Судя по всему, точка в этом вопросе будет поставлена еще не скоро. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует... Продолжение следует...